Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим, что необходимо сделать почвой после сбора урожая. Мы выращиваем разные важные культуры. И, конечно, в процессе нашего роста они болеют. На урцах может быть пероноспороз, на луке мучнистая роса, какие-то другие, там, на свекле циркоспориоз появляются и какие-то другие болезни. Мы убираем урожай, мы довольны. Эту почву мы потом сразу начинаем перекапывать и довольны, что мы как бы все быстро сделали. Надо ли спешить в этом деле или подождать, какие меры предпринять, для того, чтобы этот инфекционный фон у нас не сохранился, для того, чтобы он был гораздо-гораздо ниже в последующие годы. Не забываем, эти споры всех вредных микрорганизмов, где они будут находиться? Конечно, они будут находиться на поверхности почвы. Также в фитофторе споры упали на поверхность почвы, и они все находятся на поверхности почвы. Они, может быть, находятся в спяшем состоянии, но пройдут годы, споры сохраняются где-то до 4-5 лет жизнеспособности, и они прорастут и будут повреждать наши растения в последующем. Поэтому что необходимо сделать? Необходимо обеззаразить нашу почву. Как делать с обеззараживанием почвы? Ну, самое простое обеззараживание почвы – это внесение известковых материалов. Значит, по поверхности почвы мы распыляем известковые материалы. Это может быть доломитовая мука, это может быть известь, это может быть мел, это даже зола. Это тоже известковый материал. Что это дает? Значит, на поверхности почвы, где находятся вот эти споры, которые лежат, создается шелочная реакция среды. А шелочь, как известно, губит споры. Даже если мы перокопаем, в земле вот за шелочной реакцией споры погибнут, и впоследствии не будут повреждать наши растения. Поэтому такую меру, прежде чем делать перокопку, обязательно проводим. Конечно, можно, это такой самый простой способ, который есть у вас под руками. Ну, теперешняя наука сельскохозяйства не стоит на месте. Есть, конечно, и другие способы. Это микробиологическое обеззараживание почвы. Его провести очень легко. Чем мы проводим микробиологическое обеззараживание почвы? Значит, мы здесь что можем использовать? Препараты. Щенную палочку, триходерму. Раствораем просто-напросто эти препараты в воде и проливаем наши градки. Потому что у нас, как бы, мы уже привыкли, что у нас, как бы, дорожки остаются постоянными, а градки меняются, а градки меняются. Вот поэтому эти уже градки мы проливаем этими препаратами. Вот, пролили. Значит, наш инфекционный фон, конечно, гораздо-гораздо уменьшится. Ну, есть, конечно, и такие более экзотические способы. Есть у вас градки небольшие. Вот, ну, объем, площадь небольшая. Значит, очень хороший обеззараживание почвы. Это пролив почвы кипятком. Кипятим воду, заливаем в лейку. И вот такой водой 70 градусов мы проливаем градки. Ну, а тут запоминаем, что просто пролить градки, это будет неправильно. Тепло быстро улетучится. Вот, поэтому сразу же готовим пленку еще заблаговременно. Пролили градки и накрыли пленкой. Что создается? То самое, что мы чувствуем в бане. Парниковый эффект. Создается парниковый эффект, награется. И вот именно от этой градской температуры наши споры тоже в большинстве погибают. Конечно, кто-то, ну, это в меньших объемах, берет почву, прокаливает. Ну, это, конечно, нереально. Эти способы, которые я вам назвал, обеззараживание, они очень хорошо действуют в открытом грунте. Ну, а что больше подойдет для вашего участка, смотрите сами. Обеззараживая почву сейчас, в этом году, после сбора урожая, значит, вы задаете задел, что у вас будет чисто, фитосанитарно, как называется, состояние градок. В последующем уже болезни не будут атаковать. Ну, еще напомню, что зола, кроме того, что как бы уничтожает споры разных болезней, значит, она отпугивает вредителей. Зола будет вредителей, поэтому многие почвобитающие вредители, там, где уничтожена зола, уходят с этих градок. Так что почти должны будете собирать и чистый, и неповрежденный урожай. Так что уделите это внимание сейчас осенью, и вы будете иметь хорошие результаты весной. Понравился наш ролик? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Процвяток, заходите в наши магазины. А наши препараты фирмы Профит можно приобрести со значительной скидкой на Валдберрис. Удачи вам! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok